Полевая победа «Спартака» на «Динамо» подняла немножко настроение после неудачного матча с «Зенитом». Наша кровь забурлила. Мы сегодня обсуждаем классическое старейшее московское дерби «Динамо-Спартак». И поздравляем всех вас с победой. С вами «Красно-белый подкаст» и у микрофонов Артем Мочилов. Евгений Туркулец. Погнали! Это было, давай так, логично или алогично? Что, логично, что мы обыграли «Динамо». «Спартак» должен всегда обыгрывать «Динамо». В принципе. В этом сезоне мы это делаем с завидной регулярностью. Единственное, мы, конечно, кубковую игру в гостях проиграли. В остальном, это из четырех игр третья победа. Личко хочет еще одну. На пресс-конференции, кстати, Личко сказал... Для того, чтобы он сыграл пятую игру, надо для начала Оренбурга выиграть. Давай вернемся, наверное, к матчу, а то мы немножко уехали. Уехали, да. Уехали, да. Далеко. Состав. Он был достаточно предсказуемый. Угадываемый. Единственное, Артем, я хочу заметить, что вот середина, наверное, у Мяров, вот этот вот, да, она была под вопросом. Ну, то есть такое как бы... Более того, этот вопрос сработал в самом начале. Когда пенальти был, потому что рука была. Ну, конечно, явный пенальти. Он, конечно, знаешь, пенальти из разряда несчастных случаев. Он был совершенно необязательный. Более того, он даже за желтую карточку не получил, потому что, ну, нечаянное касание рукой. То есть неумышленная рука была. Да, но действительно это пенальти. Ну, и Динамо забило. Быстрый гол с пенальти. Ты знаешь, вот если брать сюжет этого матча и рассматривать его, ну, с чьей-то стороны, наверное, как драму, а с чьей-то стороны, наверное, как комедию, возможно, и хорошо, что так получилось. Потому что Динамо свой гол забило в самом начале. Да, Спартаку время, чтобы прийти в себя. Единственное, что мы, конечно, в себя приходили до 74-й минуты. Тем не менее, Динамо свои голы не забило. Хотя моменты у них были. И я вчера на пресс-конференции вообще слышал от многих, что Динамо провело идеальный первый тайм. Какой тайм провел Спартак первый? Давай, наверное, скажи. В первом тайме у Спартака было всего два момента, которые можно отметить. Это удар Зиньковского, удар Хлусевича. Один удар в левый, второй удар чуть выше ворот, чуть выше девятки. Ну, кстати сказать, у Динамо тоже была перекладина ворота Максименко. Ну, у Динамо-то была прям перекладина. Перекладина-перекладина. Причем Максименко ничего с этим сделать уже не мог. И второй момент, когда с близнего расстояния штангу ударили. Это, по-моему, было уже во втором тайме. Да, все правильно, когда в боковую стойку ударили. Больше Спартака, на самом деле, не было видно. Мне кажется, все уже отметили, что у Спартака не особо получалось в атаку. Ты знаешь, в чем проблема? Мне кажется, что проблема в центре. Все-таки вот Умяров вчера очень плохо сыграл. Мы даже убираем за скобки ситуацию с рукой. Очень много обрезов. Прям очень много обрезов. Я не понимаю, что происходит с этим парнем, потому что он выдавал игру гораздо более качественную, прям на несколько порядков. Вчера просто двойка, как сказал бы великий Александр Викторович Бубнов. Что можно еще отметить по составу Динамо? Они идут по стопам Зенита потихонечку. У них уже в стартовом составе всего три россиянина. Да, постепенно. Но ты знаешь, я тебе хочу сказать, что у них достаточно качественные игроки. Все-таки как бы вчера... Так у Зенита тоже достаточно качественные игроки, что ты говоришь. Ну, у Зенита гораздо качественные более, чем у Динамо. Именно поэтому у Зенита идет на первом месте. К составу Динамо, то есть три россиянина всего было. Да. Среди них Тюкавин, который на самом деле гроза Спартака, потому что вот он может в атаке что-нибудь придумать и как раз против... У него вчера, кстати, был шанс. Надо отдать должное Саше Максименко. Я специально в Телеграм-канале выделил этот момент. Ну, он достал гол достаточно трудный, который шесть лет назад примерно похожий был удар, когда Рыков шлепнул. Тогда он не выручил. В 64-й минуте, когда произошла четверная замена, вышел Игнатов, который поучаствовал, ну, по сути дела, сразу двух голах. Да, вышел Литвинов в центр. И вышел Леон Классен. Я хочу сделать акцент на том, что вчера на пресс-конференции сказал Гильермо Абаскаль. И что касается Леона Классен, тут я должен, просто обязан его похвалить. И это было в раздевалке перед матчем, перед ребятами тоже. Потому что этот футболист, который, понимая в начале недели, что он вряд ли попадет в стартовый состав, вряд ли будет играть, он все равно работает на тренировках на максимум. То есть не было ни одного случая, когда он тренировался ниже, чем 100%. То есть это отношение его к работе абсолютно невероятное. Это говорит о том, что у человека есть амбиции, и он готов пахать. И вот надо порадоваться за паренька. Да, действительно, ему начинает воздаваться то, что он поучаствовал в одном из голов. Это как раз, наверное, плод вот этой работы, которую он показывает. И если тренер его хвалит, это на самом деле дорогого стоит. Я еще хочу заметить, что вчера тоже Гильермо очень хвалил Соболева. Ну, во-первых... Ну, Соболев сделал то, что от него ждут. Два мяча. Лучший игрок матча, да. И, ну, вот говорят, что Спартаку повезло, то, что там, ну, подарил, по сути дела, голы Лещук, да. Но я хочу сделать акцент на том, что команда играет так, как позволяет ей играть соперник. То есть Спартак своим давлением, особенно в конце, он вынудил Лещука ошибиться дважды. И то, что Лещук ошибся, это не проблема Спартака, это проблема Динамо, общекомандная проблема. И то, что ошибли защитники, которые... Соболев был первым на добивании, и он был один оставался перед воротами. Просто много в Телеграме пишут, что повезло, отскочили. Ну, как это... Ну, хорошо. Да, Спартака по факту... Ну, повезло. В какой-то смысле повезло, потому что действительно... Ну, потому... Послушай, ну, Артем, Лещук сделал все-таки... Все-таки это ошибки. Это ошибки, но Спартак вынудил сделать эти ошибки. На пустом месте Лещук бы эти ошибки не сделал. Ну, естественно, он же не стал бы так просто катать. Плюс ко всему, плюс ко всему, все-таки футбол, это еще и элемент удачи определенной. Все-таки есть доля случая. И вчера мы это наглядно увидели. Да, Спартака не было. Мы подчеркиваем это до 74-й минуты вообще. Но Спартак включился в самом конце. И то, что Лещук ошибся дважды, извините, его к этому вынудили. Вынудили группу нападения. Я имею в виду Зиньковский, Игнатов и Соболев. Поэтому три очка наши. Имеем абсолютно полное право порадоваться. Кстати, насчет порадоваться, это очень хорошее замечание, что действительно, ребят, давайте радоваться нашим победам. Мы записываемся чуть позже, чем все основные лидеры мнений. И я посмотрел ролики, это просто какое-то уныние. Спартак выиграл, вы начинаете плакать. Да, это ужасно. То есть даже вот в Телеграме постоянно я читаю о том, что все плохо. Да, все плохо. Ну, окей, пусть все плохо, но мы победили, блядь. Мы не находимся на том месте, на котором мы хотим, чтобы Спартак находился. Команда не играет так, как мы хотим, чтобы она играла. Но, тем не менее, это первая победа в лиге этой весной. Победа над Динамо. Над Динамо, да. На самом, по сути... Ну, для меня, вот, я не знаю, сейчас могут мнения разделиться, для меня Динамо самый принципиальный соперник. Посмотрите наши исторические выпуски, особенно выпуск, который посвящен противостоянию Спартака и Динамо, это противник, ну, по сути дела, идеологический. Говорят, случайный гол, случайный гол второй. Хочется отметить игрока, которого болельщики признали лучшим игроком Марта, да? Это Антон Зиньковский. К нему вчера тоже много вопросов, но... Особенно по первому. Да. Эпизод со вторым голом надо выделить, наверное, и проговорить отдельно. Человек прошел по левому флангу, упал, не стал валяться. Не упал, его уронили. Да, его уронили, он не стал лежать, выпрашивать штрафной. Он встал, добежал, доборолся и дал в штрафную. Где связка Игнатов, Соболев, Лещук показали прекрасное взаимодействие. В принципе, видно, что отрабатывают хорошо. На самом деле, это у Лещука сейчас назакнобили, но парень ошибся. Да, даже по поводу Лещука. Сейчас очень много хейта будет в адрес парня. Да, ну, уже насыпался. Откровенно не хочется, чтобы, ну, его загнобили, поскольку все совершают ошибки. И мы хотим сказать, что все-таки он лучше Шунина. Если, да, если пятый матч будет с Динамо, пускай еще стоит в воротах. Пускай стоит Шунин и покажет, что он может. Жень, еще такая мысль пришла. Тебе не кажется, что после прошлого матча на пресс-конференции Гильермо Абаскаль закинул вот эту обсуждаемую критику игроков, и про волшебные уколы, которые он не может впрыснуть в кровь, страсть, не только из-за того, что у него сдали нервы, но и специально для того, чтобы расшевелить игроков. Вот обратите внимание, в этом матче играли до конца. Вполне возможно. Возможно, это действительно был такой психологический ход, чтобы чуть-чуть задеть самолюбие. То есть он сказал на прошлой пресс-конференции, что вообще-то, ребята, вы не очень-то профессионалы, потому что вас надо как-то дополнительно стимулировать. И, возможно, это сыграло. Но вот обратите внимание, Абаскаль выделяет Классана, который рвет и мечет, судя по всему, на тренировках. И он задел самолюбие. Ну, давай перечислим прямо этих людей. Игнатова, скорее всего. Соболева. Соболева. Зиньковского. Те, кто не добегает, как он сказал, да? Он сказал, что если у тебя в крови этого нету, ну что тебе, укол сделать? И обратим внимание, Зиньковский эпизод доиграл, а Соболев забил два гола. Команда не могла забить ни одного гола до вчерашнего тура этой весной. Ну, я говорю про РПЛ конкретно. А вчера два момента, по сути дела, два гола. Давай немножко еще в целом по соперникам, потому что произошло в других матчах. Вот, если в прошлом туре практически все лидеры и очки теряли, то в этом туре практически все, ну, кроме Динамо, понятное дело, вот, эти очки, свои очки добрали. Начали добирать. Краснодар выдал совершенно фееричный матч с Нижним Огородом. Там счет-то был вообще хоккейный, да? 3-4-3 в пользу Краснодара. Похоже, с приходом Мусаева Краснодар начинает возвращать себе былые кондиции. А возможно, это тот самый психологический эффект, когда приход нового тренера встряхивает команду, и они начинают играть на том уровне, на котором, ну, могут. Ну, вот вопрос, иногда этот психологический эффект бывает один матч, а иногда это бывает надолго. Но тут пока прошло совсем чуть-чуть, посмотрим, насколько надолго хватит этого эффекта. Ну, Зенит тоже выиграл, правда, там совсем с небольшим счетом у Балтики. Вот, всего лишь 1-0. ЦСКА просто разгромил факел. Причем они, там факел отыгрался на последних... Ну, как не отыгрался. Забил гол престижа, как говорится. Забил гол престижа, да, на последних минутах уже. Вот. Ну, и локомотив у Ахмата 0-2 выиграл. Есть ощущение, что после вот этого зимнего перерыва первые несколько туров команды играли немножко расхлябанно, потому что не могли поймать вот этот темп. И мы в том числе. Мы вообще ни одного гола не могли забить. И Краснодар терял, и Динамо потеряла. 4-1 Ростова пролетела. И Зенит потерял. А сейчас вот постепенно они начинают набирать кондиции, и более-менее результаты становятся закономерными. Сейчас наоборот будет матч-матч-матч-матч. Прям подряд. Раз в неделю будет очень хороший темп. А то и чаще. Вот. И посмотрим, что будет дальше. Я к тому, что команды постепенно начинают набирать кондиции, и победы становятся закономерными. Это я про ЦСКА-факел, Спартак-Динамо. Ну вот смотри, Артем, резюмируя все вышесказанное, между Динамо и Спартаком в данный момент ровно 3 очка. Так. При этом Абаскаля уже увольняют вот прям со дня на день. А клички как будто бы никаких вопросов. Его все обожают. Вчера на пресс-конференции ему рукоплескали. Рукоплескали тренеру, который проиграл 3 из 4 дерби. Принципиальному сопернику. Принципиальному сопернику, да. И который ушел от нас вперед всего лишь навсего на 3 очка. Абаскаль просто, ну на плаху сейчас его тащат. Как ты вот думаешь, почему? Ну так понимаешь, личик-то набрал столько очков с Динамо, а Абаскаль набрал на 3 очка меньше, ну со Спартаком, а не с кем-либо. Вот такой вот парадокс, друзья. Где-то еще застыли Федотов и Галактионов между ними, между личикой и Абаскалем, вот, которым тоже есть точно такое же отношение, как к личике. Но ведь это какие-то локомотивы ЦСКА, понимаешь? А мы-то ого-го, московский Спартак. Давай несколько слов скажем еще про одну тему. Спартак 2 возродился. И вот они одержали домашнюю победу над Иркутском. Там, кстати, я смотрел в соцсети, был проход болельщиков, все это красочно, ярко, шумная поддержка. Ну что, Дмитрий Владимирович Камбаров, поздравляем искренне дублирующий наш состав с победой. Вот, но это однозначно хорошая тема. Хотя бы болельщикам сейчас есть, вот фанатам, которые бойкотируют, они сейчас вздохнут свободно, и сейчас покатятся тут вам выезда какие. Я посмотрел календарь. В Вологде. В Вологде будет первый выезд. Причем в Вологде я не помню, чтобы мы вообще когда-то играли. То есть это будет еще и новый город для посещения. Там есть потрясающий, наконец-то, стадион в Раменском. Сто лет на нем не было. Просто куда съездить огромнейшее будет удовольствие и ностальгия. Ты сейчас сел на электричку и вот тебе... Да, Петербург, там есть питерская Динамо, Енисей. Оно еще живо? Оно еще живо, и мы с ним будем играть. Красноярский Енисей 2, дубль. Торпеда Владимир. Иркутская, собственно, Иркутск. Иркутск. Ну, Иркутск, мне кажется, не будет массовым выездом, во-первых, потому что далеко достаточно. Зато там есть повод поехать на Байкал. Вот, да. Вот это вот. Но особо... А, еще и Тверь. Во, кстати говоря. Я для себя на самом... Я для себя вот такие, ну, предварительно галочки поставил. Раменская, Владимир и, наверное, Тверь. Ну, во-первых, близко. Во-вторых, хочется побывать на стадионах, на которых, наверное, уже не скоро побываешь. Ну, однозначно, проект, который так же много критиковали, что-то плакали, что все не так, все плохо. Выбирали название. Да. Первая победа. Успешный старт и радует болельщиков. Что еще надо? Это все потрясающе. Выходные на 100% спартаковские, ну, потому что победа двойки и победа основной команды. Кстати говоря, хочу несколько слов сказать про хоккейный «Спартак». Я побывал на автограф-сессии. Очень здорово, что хоккейный клуб устраивает такие мероприятия. Это позволяет команде и болельщикам пообщаться, ну, и, соответственно, обменяться положительными эмоциями, а болельщикам получить памятные сувениры с автографами игроков. Ну, болельщики поблагодарили команду за сезон. Да, 100%. Ну, и давай немножко закроем, знаешь, чем? Следующий матч «Спартак» играет в Сочи. Да, 13 апреля, по-моему, да? Не знаем, от чего ждать от матча. Фаворитом можно считать нас, ну, хотя бы просто потому, что Сочи идет на последнем месте. Но Сочи может преподать неприятный сюрприз. Например, пару туров назад ЦСКА потерял очки. Они сыграли 2-2. Да и более того, Ростов сейчас потерял очки, сыграл 2-2. Так что Сочи... А у нас, кстати говоря, после Сочи как раз выезд в Ростов. Но я так думаю, что команда будет... Кубковый вот этот Питер. Команда, скорее всего, будет возвращаться. А, да, там... Там в Петербурге же еще полетят. Еще Питер. Вот. Поэтому ждем и надеемся, что в ближайшем туре мы тоже 3 очка заберем. Ребята, что хочется еще сказать. Все-таки давайте радоваться после побед Спартака. Не списывать все на несчастные случаи, на счастливые случаи, на везение или невезение. Команда выиграла у принципиального соперника. Мы победили. Самое главное, что команда порадовала своих болельщиков. И пусть она продолжает нас радовать. Да, заканчивая, мы хотим выразить благодарность студии Face2Face, где проходят эти съемки. Обязательно оставляйте комментарии под выпуском. Давайте делиться мнениями. Заходите на наш Телеграм-канал, который мы активно развиваем. Для наших подписчиков в Телеграм-канале мы разыграем клубный мерч с автографом Юрия Васильевича Гаврилова. Заходите в Телеграм, оставляйте свои мнения. Мы всем рады. Ждем новых подписчиков. До новых встреч, друзья. Всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok